Костюмы поглажены Театр светлячки создала волонтерская группа еще в 2018 году. Особенность этого проекта в том, что на одной площадке собирается настоящая команда. В ней есть люди с инвалидностью и без. И все они один коллектив, без скидок на особенности здоровья. Цели и задачи театра это прежде всего социализация деток с инвалидностью в обществе, где они на одной сцене с нормативичными детками, с нашими взрослыми волонтерами, творчески раскрываются, реализуются. Получается такого своего рода терапия. И на сцене они одна команда. То есть там нету старших, младших, волонтеров, дети. Все они артисты. И у них одна цель сделать какой-то творческий спектакль. Все больше и больше людей приходит в этот проект. И далеко не все они имеют особенности здоровья. Инклюзивный театр важен как для детей с инвалидностью, так и для здоровых ребят. Здесь они делают общее дело и учатся общаться друг с другом. И мама! Да что ж, это такое-то мученькое. Тихо! В принципе, вот инклюзия, в чем смысл, да? Включение, мы знаем, как переводится это слово. И смысл в том, чтобы включить, ну, включить таких ребят, да, с особенностями, включить вот в социум, чтобы они ничем особо не отличались, чтобы не было такого, что люди, да, смотрят и, а как они? Да никак, так же. Вот у нас, например, играют, да, и волонтеры, и их дети, да, и наши ребята. И все прекрасно между собой дружат, все между собой общаются. Я считаю, вот это самая главная цель. И она достигнута. Большая часть этой команды – дети и подростки. Занятия проходят весело. Ребятам нравится выживаться в разные образы. Ну, каждая свою историю. Я был велосипедом. Вот это был первый. А Ольга Маратовна была носком по секрету, скажу. Вот. Ольга Маратовна – это режиссер инклюзивного театра «Светлячки». Она строгая и добрая. Вот она улыбается. Значит, довольна. Хорошо играют, нахмурилась. Что-то пошло не так. Она вся в этой работе, полностью в ней растворяется. И ее актеры вынуждены так же, как она, целиком отдаваться своей роли, жить в образе своего персонажа. За что любят маленькие артисты своего наставника. Она хорошо объясняет, если тебе что-то не понял. И ты можешь быть уверен, когда ты спрашиваешь, что она тебе хорошо объяснит, и ты нигде не запнешься и не скажешь какой-то неправильный аспорт. Уверенность в себе – это важно для любого человека. И особенные дети – не исключение. Театр учит принимать себя таким, какой ты есть. И здесь каждый может попробовать что-то новое, найти свое место и раскрыть таланты. Я чувствую себя хорошей от Крисы, потому что у меня очень хороший голос. Он подходит для театрального. Я вот люблю, когда громкие звуки издаются, когда надо кричать там в ролях. Это моя мечта выступать. Родители на репетиции не пускают. Результат занятия они видят только на спектакле. Поэтому премьеры с трепетом и волнением ждут все – и дети, и взрослые. Ну, после первого спектакля еще пару лет назад у нее дух захватывал. Она даже говорить не могла, что ей первый букет цветов подарили. Была шокирована. А сейчас просто ей очень нравится. Она делится, звонит бабушкам, тоже делится впечатлениями. Очень рада. Цветы, аплодисменты – это все, конечно, здорово. Но не самое главное. Гораздо важнее то, как меняет театр этих ребят. Когда приходят новенькие, буквально через три занятия они начинают разговаривать. Вначале многие просто такое ощущение, что только открывают рот, а звуки не слышно. Через три занятия они уже начинают намного громче разговаривать. Так меняются. Приходят, когда очень стесняются. Например, вот в прошлом году к нам пришла девочка Лиза. Она на крабах. То есть она вот так вот двумя руками держится, когда ходит за крабы. Это ее средство передвижения. Вот. Она идет, показывает какой-то то, что она придумала, какой-то сюжет. И вот так делает. Я так стесняюсь! То есть она кричит на весь зал, что она ужасно стесняется. Но она так хочет показать свою историю, которую она придумала, что она идет за котенком и хочет его погладить. Вот. Через два занятия она начинает репетировать уже главную роль в спектакле «Кошкин дом», «Котенка». Начинает разучивать песню. У Лизы сегодня первый спектакль. Все заранее готово. Текст выучен. Костюм отглажен. Роль есть, ну, где тетя, тетя, кошка, ты пусти нас ночевать, уложи нас на кровать. Я буду белым котенком, и костюм мне шала мама вручную. И она, вот, и она мне ушки добавила. И цветы там будут, но я так не волнуюсь, но волнуюсь, что на меня будет светить очень такой огромный свет. И все. С волнением Лиза справилась прекрасно. Ничего ей не помешало. Белый котенок в ее исполнении получился просто чудесный. Тетя, тетя, кошка, выглядела кошка, есть котятка, тетя, ты живешь пока-то, обогрелась кошка, погони немножко. Представление закончено. Все дети очень довольны своей работой. Каждый ушел с букетом цветов, полученным от благодарных зрителей. Артисты пережили бурю эмоций и запомнят этот опыт на всю жизнь. Как же режиссер оценивает этот премьерный спектакль? Испытала такую, я не знаю, бурю эмоций, потому что я видела, как самым маленьким нашим актерам это все нравилось. То есть, когда они вышли на поклон, в глазах и ужас одновременно, и восторг. То есть, такие, много очень эмоций ярких. И это здорово, я считаю. Театр раскрепощает, снимает зажимы, учит общению, самовыражению, работе в коллективе, развивает воображение и фантазию. Учит проявлять свои эмоции и понимать чувства других. В театре дети становятся объектом интереса у зрителей не по причине особенностей здоровья, а благодаря своему актерскому таланту. Также они чувствуют себя нужными, ведь у каждого есть роль в спектакле. Молодцы! 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 Молодцы!